Музыка Здравствуйте, с вами экипаж Сегодня мы на Чайке, в снежный полусолнечный денечек Пытаемся рассказать вам об автомобиле BMW 320 дизель Автомобиль BMW, который безусловно входит в число Одних из самых любимых брендов нашей программы И это объяснимо, потому что он входит в число Одних из самых любимых брендов людей планеты Земля По крайней мере той их части, которую ценят и любят немецкие автомобили Музыка 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 Это рестайлинг, рестайлинг, оновление Вот штамповочка пошла сюда Одна, вторая, третья, четвертая А? Ну, оно просто хорошо Однозначно В целом это все смотрится просто, знаете так Ну, внушающе Ух! По-шикарному, я бы сказала Ноздряки Роздилили А как ты сказал? Ноздряки Ноздряки О! Ноздряки Чтобы вы розумели создатели BMW Я не знаю, как это называется у вас на заводе У нас это называется ноздряки Такая назва у этих отваров Может это решетка радіаторная? Нет? Вони зменили сзаду не лише оптику, так? Вони зробили штамповочку крышки багажника Да? Вони зменили Вот это? Да, да Вот оно То есть опять же раз А тут светодиоды з'явились, ось вони Ну приятно Все равно Изменения произошли уже приятно То есть где-то что-то учлось Неважно что там То ли это сами непосредственно дизайнеры поработали И подумали, а почему бы нам не сделать тут еще светодиоды То ли был какой-то опрос общественного мнения Неважно Это все состоялось, это приятно Да, а в середине ничего не зменили Трекер BMW, которая попала к нам на тест Это задний привод Двухлитровый турбодизельный мотор Выдающий 170 лошадей 350 ньютонов Этот супер дизель позволяет разгоняться до 100 км в час с коробкой автомат за 8 секунд И это очень быстро, особенно для дизеля И, пожалуй, прошли те времена, когда знатоки утверждали, что BMW должно быть только бензиновым BMW на дизеля это одни из лучших моторов с воспламенением от сжатия в мире Это очень грамотный сбалансированный задний привод Автоматическая коробка передач Что делает ZF Все, что касается мотора, трансмиссии, управление Здесь я ставлю BMW 5 с двумя плюсами Очень удобная вещь Подсвитка на всех четырех дверях Отчинили и вам сразу идет подсвитка Когда темно, она имеет такой кут, что вы видите все И в какую колюжу вам нужно вступить, и в какой консистенции болото под ногами Дребничка, но, как говорят, приятно И без нее уже позже ходишь, как слепак Наличие вот этой вот деревянной обивочки Ну, условно деревянной, да, все мы это понимаем То есть пластик под дерево придает определенный комфорт, уют, домашнюю атмосферу Я не знаю, как назовите, как хотите это назовите Но, тем не менее, создается все-таки ощущение добротности В салоне, опять же, добавляет приятных эмоций от вождения автомобилем Мы сейчас едем по чайке, по снегу и льду С отключенными системами DTS, Dynamic Traction Control И DSC, Dynamic Stability Control При этом автомобиль фантастически легко рулится В заднем приводе все очень правильно Передние колеса рулят, задние толкают Нагрузка распределена очень так сбалансированно на всю машину И здесь, в первую очередь, самую важную роль играет то, как рассчитан, построен, сделан и доведен до ума кузов BMW и Porsche, это две компании в мире, которые сумели сделать такой автомобиль Который сначала производится без всякой электроники Доводится до идеального состояния с точки зрения управляемости, комфорта езды Возможности контролировать машину в любых ситуациях Включая неконтролируемый занос После чего на весь этот кузов, следуя требованиям сегодняшнего дня, одеваются электронные помощники Но и без них автомобиль идеально стоит на дороге по развесовке, по балансу, по тяге, по работе подвески Ну а сейчас попробуем в ходу, чего стоит Что за резкое гальмирование? Чего стоит электроника? Что она может и как она действует на практике? Газу и держи Оп-оп-оп Ну, вопрос электроники и оборотов На ревных оборотах она скомутается и выйдет в таких условиях Так на льду, я еще не каталась А ощущение льда было? Ну, в начале, когда не получилось Опять же, таких ощущений на льду не было Немножко стриманули А потом подхрюкнула и пошла на оборотах, да? Нет, я газу больше дала Да Может, вы подхрюкаете, когда по льду едете, Арест Мирославович? Я просто катаюсь Да не вы персонально! БМВ, куда поехали? Ну, вот смотрите, панелька, да? Ты знаешь, сколько за эту панельку БМВ дистала? За вот эту... В передней тройке она была другая Она была более рельефной И развернута до водителя Позже сделали просто Сделали просто вот так, как есть Суть в том, что архитектоника Вот такая была запропонована И она многому не понравилась Сейчас тоже ничего не поменяли Вот 46-й кузов остался последним Который, в моем понимании Заслуживает внимания не только с точки зрения техники Но и вот в комплексе Где чуть-чуть подразвернута к водителю панель Потому что водитель в машине всегда А пассажиры не всегда Где душа радуется, глядя на каждый элемент дизайна интерьера Здесь она не радуется совсем Здесь душа радуется, когда ты отключил электронику И помчался и поехал Но, кстати, если вы будете резко нажимать на педаль Получится очень серьезный разворотный момент ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там кадр был вот так А то я не видел ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное не смотреть на забор Главное... Машина всегда едет туда, куда смотрят глаза водителя Помните об этом? И даже в самых крайних случаях Пытайтесь все-таки глазами искать траекторию Куда вам ехать? Потому что куда смотришь, туда и приедешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ощущение, знаешь, когда его крутишь, когда сидишь за рулем Ощущение, что ты управляешь таким агрегатом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, такой уже, понимаешь, махинный А что ж тебе краще, чтобы в тебе, как рядка, был руль Да классно Да классно Я в дитячей машинце, чтобы... Наоборот, ну, классно Это прямой связок с дорогой Это не просто То есть ты управляешь девайсом, где много всего есть Много функций, много чего-то, каких-то предназначений Куча возможностей у машины И ты вот этим всем Вот этот руль, он олицетворяет собой всю мощь Он такой... Багатый Да Хочется его отщелкнуть и с собой забрать до дома И дома в жизни или не работать Да, если бы можно было Сейчас просто... Без машины ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Трийце багажник никогда не был надто великим Это в попередній моделі 460 литров Вузьке жерло, оце сопло не дуже зручне Но тройка є тройка Так залишилося і в рестайлингу Едине, что зникло колесо, запасне Зникло зовсім И, как видите, назавжди Все покладается на технологию Рансфет Еще одна шуфляда, бардачина величезна Перекинули сюди в багажник И аккумулятор Ручки утеплені, как рукавички на пальце И так он и просто 460 литровый багажник И зачиняется Нравится машина Нравится, как она едет, не нравится, как она выглядит Вопрос интерьера, салона, эргономики Возможно, он безупречен с точки зрения Восприятия автомобиля компьютером Здесь все правильно Кнопки нужного размера на нужном расстоянии от руки Сиденья оптимальны Руль оптимален, мне все нравится Но есть еще глаза Есть еще то, как ты воспринимаешь этот интерьер Салон BMW, на мой взгляд, на сегодняшний день Он выглядит как, в моем понимании, идеально сделанный корейский автомобиль На супер качественных материалах Но глазу зацепиться не за что Единственное, что меня радует в этом автомобиле Здесь стоит руль от МКИ От МГМБХ От подразделения Моторспорт Все-таки ты проводишь сейчас в автомобиле Достаточно большое количество времени И тебе хочется, чтобы вот это все Было не только удобным Но и красивым Можно поселиться В двухзвездочном В этом аккуратненьком убранном отеле У тебя будет душ, туалет, телевизор, лифт В конце концов, мини-бар, холодильник, окно Но оно все будет не четырехзвездочное Я считаю, что BMW давным-давно вошло в категорию Пятизвездочных отелей высшего класса Ну и заднее сиденье Угу Тебе ж тут не приходится ездить Мені правда тоже Но в качестве пассажира Дуже ценно Спостережение Ценым есть Спостережение Что она не стала в рестайлингу Больше Вона не стала ширшую Ну достаточно тебе это место Ну дивись Места мне достатньо Глянь Как хорошо в сетку Дивиться на свит Крізь сетку Причем Не поленились сделать И на цей трикутничек Ну так Совсем уже Ну действительно Да Гарно Гарно Пишут про экономность Ну скажу так За той час, что я ее эксплуатировал У меня 6 литров на 100 км Паспортных не было Ну и не могло бути Тому что зима Тому что прогривы Але у меня реально вийшло 8.100 Розходу на 100 км Когда вы умикаешь в заднюю передачу Площа дзеркала Опускается вниз Хоп Открываючи Визуальный доступ До заднего колеса Тебе очень хорошо видно Как парковаться Видно Бровьку При том, что зеркальца Залишились такими Пятаками Их отверто мало Площа дзеркала Обмежуя Тебе задний огляд Хотелось бы Больше флопухов Таких Моніторів Яких бы давали Больше спокою При Руси назад Чи в Руси В якихось Смугах Перестройках И так далее Это был экипаж С полугрустными мыслями На тему того, что сейчас происходит с БМВ Но мы-то с вами понимаем, что мысли на самом деле были полувеселые Потому что оптимист от пессимиста отличаются тем, что Пессимист считает, что стакан полупустой А оптимист, к числу которых я себя отношу, уверен, что стакан полуполный Это был полуполный стакан BMW 320 дизель в экипаже Будьте с нами, оставайтесь с нами Хорошо там, где вы есть Субтитры сделал DimaTorzok